МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Георгий Симонянс был специалистом по электродвигателям. Работал на Бакинском электромеханическом заводе. Ему было 36 лет, когда он попал на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Георгий Аршакович приехал в зону отчуждения в сентябре 1986 года. Пробыл там 21 день и за это время восстановил два двигателя. Когда эта беда случилась, меня срочно позвали к генеральному директору, чтобы отправить в Чернобыль. Я вначале отказывался, сказал, что по семейным обстоятельствам я не могу ехать. Нет, вот только ты и ты должен ехать. Кое-как они уговорили меня, и я вылетел туда. Это случилось 1 сентября 1986 года. Я был специалистом по электродвигателям, которые находились как раз вот этот четвертый реактор, где оно прорвало. Вот минус 10 отметки я там внизу работал. Где-то 2 часа в день я там имел право оставаться под землей. Ремонтом занимался электродвигателем, который весил где-то 2 тонны. Вот один я там находился всегда. Делать так, делать аккуратно. Пускай дольше будет, но зато все сделать как положено. И, в общем, сложности были. Я не говорю, что там на курорт я приехал. Вот это перемещение, то, что нас привозили грязным автобусом на перевалочный пол, потом грязный, чистый автобус нас завозили уже, где я бодрствовал, обедали, где мы спали. Вот. И поэтому вот каждый день, одно и то, что там не было в субботу, воскресенье, все дни были рабочие. Вот 2 часа как истекало, я наверх выходил, сам пропускник, и ехал в деревню Чернобыль, бодрствовал, чтобы на следующий день вернуться обратно на это место. В этой деревне заброшенные удовольствия, людей нету. Так, идешь мимо, заходишь, калитку открываешь, заходишь, а там, допустим, яблони, ну, сентябрь месяц, яблоки были, наверное, ну, вот, ну, мою ладонь вот такого размера. Так хотелось его съесть. Просто, это, такое, ну, аппетитное, вот, в руке держал, я. А про себя говоришь, наверное, его нельзя есть, просто можно подержать. Вот. И второе увидел, я никогда не видел, чтобы коры на деревья лазили. Ну, вы поняли, да, меня? Вот они-то, вот это я увидел, у меня уже ужаснуло это место. Мое преимущество было в том, что в советские времена я служил в этих войсках, поэтому я знал, что делать, как себя вести. Как-то поступал дисциплинированно, как положено. Выполнял свои обязанности, вот. Знал свои цели, что делать, как делать, и когда заканчивать, и уходить. А вот там многие этих вещей не соблюдали, я вам честно скажу. Вот. Поэтому я, может, по сегодняшний день я вот сижу с вами разговариваю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин